Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Желтки. Сегодня я покажу Вам, как можно быстро и легко приготовить творожную запеканку с изюмом. Рецепт очень простой, но запеканка получается очень вкусной. Для приготовления нам понадобится 500-600 грамм творога. Желательно творог, чтобы был более-менее сухим. 2 куриных яйца, изюм, ванильный сахар, сода, сахар, манка и немного соли для вкуса. Берем миску, в которой нам будет удобно работать. Вымешивать запеканку и обычную толкушку, которой мы делаем пюре. Можно, конечно, использовать какие-то другие приспособления, но очень удобно работать вот такой вот штукой. Отправляю творог в миску. Разминаем творог толкушкой. В принципе, творог у меня уже однородный. Сильно с ним долго возиться не нужно. Но вот если у Вас творог зернистый или домашний, то хорошенько, конечно, его нужно вымешать толкушкой. Берем яйца. Одно яйцо целиком отправляем в творог. И с другого яйца мне нужно получить только белок. Желток мы оставим на смазку сверху, чтобы наша запеканка имела красивый вид. Затем кладем сахар. Я кладу буквально 2-2,5 столовые ложки сахара. Люблю запеканку сладкую. Но также стоит учитывая то, что изюм в принципе также сладкий. Поэтому сахарите по своему вкусу. И чуть-чуть подсаливаем для вкуса. Хорошенько все вымешиваем. Когда мы вымешали творог с яйцами и сахаром, я добавлю 1,4 столовые ложки соды. И манную крупу. Манную крупу нужно 2 столовые ложки. Но если творог влажный, то кладем манную крупу. Добавляем ванильный сахар. Добавляем ванильный сахар. Хорошенько вымешиваем творог с изюмом. Нам нужно дать настояться минут 15-20. Чтобы наша манка разбухла. Прошло 15 минут. Запеканка немного постояла. Манка набухла. И пока мы подготовим форму. Возьмите форму, в которой вы будете выпекать запеканку. И смажем для начала немного растительным маслом. Немного вот так присыпаем манкой. Добавляем ванильный сахар. Хорошенько перемешиваем. Последний раз наш творожок с изюмом. И выкладываем в подготовленную форму. Возьмем желточек, который мы оставляли. И немножечко его вилочкой взбиваем. Выливаем на запеканку. Отправляем запеканку готовиться в разогретую духовку до 180 градусов. Минут на 40-45. Смотрите по вашей духовке. Готовим запеканку до готовности. Вот и все. Наша запеканка творожная готова. Друзья, наша запеканка готова. Выглядит просто шикарно. Посмотрите, какая пышная и нежная она у нас получилась. Я желаю вам приятного аппетита. Обязательно попробуйте этот рецепт. Как вы видите, все очень просто и легко. А результат превосходит все ожидания. Оставайтесь с нами. Смотрите наши новые видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много интересных и вкусных рецептов. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...